так друзья всем привет сегодня проведу небольшой эксперимент вот в общем имеет такой смеситель у него очень слабое давление воды холодная горячая вода вот идет таким слабеньким напором и сегодня я вот поменяю данный смеситель на вот такой вот обычный старый смеситель который уже отработал свое то есть он уже был до этого где-то установлены и сейчас я его поставлю на место нового для того чтобы проверить насколько правильно работает данный смеситель и какое давление вообще в системе сейчас я вам покажу как работает этот смеситель а потом уже поменяю два смесителя местами покажу как работает новый смеситель то есть новый старый Смотрим давление нового смесителя Открываю кран на максимум Холодная вода, давление еле-еле Горячая вода, давление соответствующее Обе воды, ну так, чуть стало посильнее, но очень-очень слабый напор И наполнять вот такую вот большую ванну через такой вот смеситель, я думаю, очень будет тяжело и долго Поэтому сейчас я снимаю этот смеситель и устанавливаю этот смеситель И уже проверим, какое давление будет идти через данный смеситель Ради эксперимента установил смеситель старого образца Смеситель бушный, то есть он не новый, то есть не какой-то специальный Просто смеситель старого образца И теперь проверяем, какое давление здесь идет Холодная вода Горячая вода И что получается, что смеситель старого образца работает лучше, чем вот этот вот новый смеситель Купленный буквально несколько, буквально месяц назад Он не устанавливался до этого, где лежал в коробке И вот после монтажа давление в нем вот такое вот слабенькое Сначала огрешили на то, что может где-то перепаяли трубы Но в итоге, когда заменили смеситель, убедились в том, что с трубами все в порядке Потому что давление на других точках хорошее А вот на этой точке вот почему давление такое слабое Оказывается, проблема в этом смесителе А вот этот смеситель у нас работает очень даже хорошо Визуально, смотрев данный смеситель Никаких проблем в его работе я не обнаружил Но это на первый взгляд То есть взгляд поверхностный Возможно, где-то внутри есть какой-то шлак Который не дает смесителю работать в полноценном режиме Все сеточки у нас чистые, которые были установлены в момент монтажа данного смесителя Это говорит о том, что посторонний мусор в данный смеситель попасть не мог Такой мусор мог попасть только во время сборки данного смесителя на производстве Ну и либо во время заливки Возможно, что-то осталось у него внутри Но я не буду суваться в внутреннюю конструкцию данного смесителя Для того, чтобы не нарушать его целостность Возможно, получится его вернуть Хотя навряд ли вернуть или заменить хотя бы на аналогичный смеситель той же фирмы Посмотрим, что будет, что скажут в магазине после просмотра данного видео А вот такое вот давление у нового смесителя Сейчас видно, что он найдет такое слабенькое Неровная труя, слабенькая И это говорит о том, что сам смеситель имеет какой-то дефект Потому что давление у него очень слабое Также в данном смесителе есть такая вот интересная надпись Удовольствие с первой секунды Я прям кайфовал с первой секунды, как начал собирать этот смеситель Это было настолько неудобно Потому что все трубки Тут соединитель тропического душа Вот эта стойка тропического душа Она состоит из трех частей И у каждой части своя уплодитель резина И у каждой части свое резьбовое соединение Но она настолько маленькая, что собирать его было так неудобно И постоянно шел перекос Я думал, во-первых, все резинки у меня порвутся А в данном случае все было в порядке Но это единичный случай Возможно, у кого-то она порвется Поэтому если на будущее кто-то спросит меня Стоит ли я устанавливать такой смеситель Я, конечно же, категорически буду против этого Потому что мне Если, конечно, кому-то интересно мое мнение То этот смеситель мне абсолютно не понравился Но этот смеситель Сам смеситель, по сути, он вроде бы и нормальный Его можно переделать под систему скрытого тропического душа Но как я делаю обычно без этой душевой стойки В этом плане, конечно, может быть еще нормально Но лишние затраты на эту трубку, я думаю, никому они не нужны Поэтому лучше сразу брать смеситель и переделывать его под тропический душ Уже более дешевый вариант В комплекте идут вот такие вот эксцентрики порошковые Он сразу видно, что внутри он очень выглядит некачественно Поэтому я их устанавливать не стал Взял сразу нормальные эксцентрики Они у меня были в запасе И поставил их Но их тоже, к сожалению, не хватило по длине Поэтому придется сейчас дорабатывать эту систему Вот эту вот эксцентрик, такие вот порошковые Я никому не рекомендую и никогда не ставлю Потому что они недолговечны И в какой-то момент они просто могут у вас лопнуть Ну, выйти из строя, в общем, затопить Конечно, неприятный момент Но не рекомендую Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... При детальном осмотре данного смесителя Содержание латуни в этом смесителе, мне кажется, очень маленькое Есть туда же моменты, где он уже начал подржаветь Сам по себе смеситель он легкий Если бы даже содержание латуни было здесь побольше, он бы был потяжелее Надолго, я думаю, этого смесителя не хватит Ну, по крайней мере, здесь он простоит, потому что это частный дом Давление здесь небольшое Где-то полтора атмосферы всего будет Поэтому для частного дома это еще терпимо Ну, для квартиры я советовал бы взять что-нибудь по-практичней, получше, понадежней Поэтому эту фирму вообще... На моей памяти я его вроде устанавливал в первый раз Ну, вот сейчас попробую, посмотрим, что это такое Ну, не стоит, в общем, рисковать Не квартирный вариант, я так считаю Ну что ж, вот подошел к концу мой эксперимент, который я провел с двумя смесителями Как вы поняли, что старый смеситель старого образца работает куда лучше, чем вот этот новый смеситель Который я, во-первых, очень тяжело мне поддался установке Потому что возникали определенные трудности в этом монтаже Ну и в итоге пришел к такому результату, что этот смеситель не только во время монтажа себя проявил с не лучшей стороны Ну и также во время работы тоже показал себя с плохой стороны Поэтому никогда, ну, это мое мнение, конечно, никогда никому не рекомендую брать данный смеситель Хотя это может быть штучный дефект Ну, то есть этот смеситель может быть только один такой бракованный Но может вся партия у него такая Поэтому лучше рассматриваться другие варианты Этот вариант рассматривать я не советую На этом у меня все, всем спасибо за внимание И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok